В Каспийске на площадке отеля Азимут прошла межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам противодействия идеологии терроризма или информационного противодействия терроризму. Организаторами конференции выступило Агентство информации и печати Республики Дагестан. С приветственной речью выступил замреководитель администрации главы и правительства Республики Дагестан Рашид Акавов. Он рассказал, какая работа проделана в СМИ региона по противодействию терроризму. Особая миссия телеконтента, как вы знаете, особенно в деле противодействия терроризму, там, где нужна оперативная викторизация всего того, что мы там себе можем представить. Коллегами с телеканалом достойно представлены. Это, наверное, последнее крайнее свидетельство тому, фильм, который снят нашими коллегами на тему специальной военной операции, что мы защищаем, достойно он был представлен и на декабряном телеканале, и на прошедшем форуме. Также с докладом выступил руководитель Агентства информации и печати Республики Дагестана в Дуразак Джамалдинов. Он рассказал, что на сегодняшний день враги активно ведут работу по пропаганде и распространению идеологий терроризма, и мы общей силой должны увеличить меры по борьбе с ними. Я думаю, что сегодняшняя информация будет актуальна и полезна для работы в нашем семейке, в нашей республике Дагестан. И мы все-таки будем давать достойный, какие даем достойный отпор всем тем вызовам и угрозам, которые на сегодняшний день в нашем обществе существуют. Хочу пожелать участникам конференции плодотворной работы. Отметим, что в мероприятии приняли участие приглашенные спикеры. Директор координационного центра по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции Кемеровского государственного университета Вадим Шиллер. Клинический психолог Анна Леушина. Заведующий корпунктом Первого канала в Дагестане Гусейн Гусейнов и многие другие. Первым с докладом выступил Вадим Шиллер. Он поднял вопрос касаемо способов диагностики и профилактики деструктивных настроений в молодежной среде. Те, кто работает в сфере инфункционного противоречия разного рода в деструктивном времени, хорошо знают, что ситуация может меняться достаточно быстро. Появляются новые тренды, появляются новые тенденции, появляются новые совокупности идей. Старые могут идти в негативе, могут с этими новыми идеями у нас создать какой-то новый комплекс. И все это требует постоянного контора. Кроме того, на конференции также были подняты вопросы о психологических особенностях личности, склонных к проявлению деструктивного поведения, построении системы информационного противоборства в сети, социальный инжиниринг, сетевой экстремизм в условиях СВО и другие.